Железная логика Корейские лидеры, они гораздо более предсказуемые, последовательные, и работать с ними гораздо спокойнее и надежнее, чем с Западом. Ну, во-первых, они не считают себя богами. Начнем с этого. Я не знаю, может быть, в границах Северной Кореи, в другое отношение к этому, но в целом по миру они не считают себя богами. В отличие от западников, которые явно считают себя избранной расой, политической, домиссианской и так далее. Ну, а избранным все можно. В том числе, Элленам можно обманывать варваров, потому что варвары, серечь мы, это не вполне люди. У многих руководителей из других частей света такого комплекса, слава богу, нет. Это раз. Второе, они находятся в другом положении. Им действительно выгодно сотрудничество с Россией, и они готовы ценить эту выгоду. Третье, на самом деле, как бы, да, они умеют ценить подход России, потому что Россия все-таки в основе своего подхода всегда имела принципы не вмешательства внутренних дел, вот, и поиск такого взаимовыгодного сотрудничества. А страны Запада таких вещей не найдешь. Ну, и плюс, конкретно, Северная Корея, что касается, да, она находится в изоляции много лет, и, конечно, для нее контакты с такой огромной и великой страной. Но, как Россия, крайне важны. Вот. Но я вот что хочу сказать по поводу Северной Кореи, в принципе, да, понятно все эти разговоры. Я, кстати говоря, опять сейчас вот слышу такое впечатление, что откатился там на какое-то количество лет назад. Все равно вижу явные какие-то забросы, иногда как бы от глупости, иногда там, значит, с манипулированной по поводу Северной Кореи. Да как же так же, так сказать, мы можем с ними сотрудничать? Да это же вот тоталитарная страна, да там вот несменяемость власти. Да вот смотрите, так сказать, люди там бегут оттуда, там, значит, есть там нечего и прочее, прочее. Во-первых, имеет смысл, конечно, отделить реальность от мифов. Есть масса мифов, на мой взгляд, которые мы просто считываем с заголовков западной прессы. Да, могу сказать, что вот у меня лично, я в Северной Корее не был, но у меня лично был такой же вот опыт, например, по Ирану. Если составлять представление об Иране по заголовкам европейской и американской прессы, ну, то это вообще как бы ужасная страна. Это просто ужас какой-то, это ад на земле, как бы, да, там вообще, так сказать, жить невозможно и прочее, прочее. Но у меня был период достаточно, так сказать, плотного сотрудничества с иранцами. Вот, я ездил в Иран, как бы, в том числе проехал один раз на машине всю страну, так сказать, от Тегерана до Мешхеда, это на иранско-афганской границе. Вот, и убедился в том, что, ну, мягко говоря, мягко говоря, как бы, да, заголовки и тексты западных СМИ не соответствуют действительности, да, то есть страна другая. Она непростая, я не хотел бы быть иранцем, так сказать, потому что я русский и так далее, да, вот, и для меня это важно. Но страна, конечно, не такая, как ее описывают западники. В Северной Корее, судя по всему, такой же случай. То есть отделить здесь вот многолетнюю пропаганду западных СМИ от реальности необходимо. Другой вопрос, что она, конечно, закрытая страна. То есть вот в Иран, например, попасть легче гораздо, поэтому от реальности, отделить мифы западной от реальности в случае Северной Кореи сложнее, да. Но я думаю, что мы постепенно будем это делать. Я, кстати говоря, думаю, что вот визит Путина в Северную Корею, переговоры с Ким Чен Ыном, они, возможно, откроют, значит, дорогу и для российских туристов, и какие-то туристы туда уже сейчас ездят, насколько мне известно, да. Вот. Ну и мы будем узнавать эту страну лучше и где-то отделять реальность, так сказать, да, от тех мифов, которые западники накидали. Но с точки зрения политики важно не это. С точки зрения политики важно, во-первых, то, что российским интересам на самом деле соответствует сотрудничество Северной Кореи по очень большому количеству направлений. Начиная от геополитики большой, да, Тихий океан, Дальний Восток, значит, присутствие там наших китайских партнеров с одной стороны, с другой стороны, как бы, да, мощное давление со стороны американцев и их союзников. Нам надо там быть, нам необходимы там союзники, нам нужны там партнеры. А как там Северная Корея живет внутри себя, это ее дело. Вот так вот, да, цинично, но это так. Это ее дело. Мы не собираемся к себе переносить северокорейские порядки. Мы не будем жить, как в Северной Корее, как бы, да. Но это их дело, как они живут. Нам на сегодняшний день, да, выгодно, на самом деле, поддержание отношений с этой страной. И, кстати говоря, я считаю, что это было выгодно и раньше. Другой вопрос, что там, да, была, так сказать, сложная проблема с северокорейским ядерным оружием. Которая то ли есть, то ли нет. Никто, так, кстати говоря, четко и не может сказать на 100%. Есть она у них или нет, да, если есть, то в каком виде и так далее, и так далее. Потому что, естественно, ядерная держава, не подписывающая соглашения, находящиеся на наших границах, для нас это проблема. Но я думаю, что все эти вопросы безопасности можно урегулировать как раз в рамках такого искреннего и такого однозначного партнерства. Все эти проблемы безопасности можно выяснить, урегулировать и так далее. А второе, да, как раз то, о чем вы, Александр, сказали, это то, что с этими людьми можно работать. С этими людьми можно надеяться на то, что, скажем, заключенные договоренности будут выполняться, что данное слово, как бы, да, будет сдержано, что эти отношения действительно, как бы, да, носят характер взаимной заинтересованности в отличие от Запада, который, как бы, по большому счету, только берет и ничего не отдает. А когда, значит, достигаются какие-то договоренности, они запросто могут с них соскочить в любой момент или сказать, ну, вы знаете, это, там, так сказать, это ничего не значит, да, а уж, что касается слов, то это вообще ни о чем, да, слова... Вот, кстати, Путин как раз вот перед этой мирной, так называемой, конференцией в Швейцарии об этом напоминал, что вот там вспоминал опять, как бы, про обязательства устные не расширять НАТО и прочее-прочее. Слова — это вообще пустота, как бы, да, где написано, что мы так говорили, так сказать, где написано, да, вот, как у Хазанова, помните раньше, вот, говорит, смотри, единый билет, это самое, проездной на месяц, где написано, что женат, нигде не написано, да, вот, вот так же это все, съехали и привет. Так что я думаю, что это сам по себе визит — это хорошо, то, что мы восстанавливаем эти отношения — это тоже хорошо, вот, и я думаю, что там будет, на самом деле, достаточная сфера сотрудничества, да, так сказать, причем действительно взаимовыгодного. А с точки зрения геополитики, конечно, нам важно выстраивать собственные конфигурации, собственные, так сказать, какие-то проекты большие, да, в том числе в этом регионе. После этого, как известно, Путин едет во Вьетнам, с которым американцы очень плотно работают все последние годы, да, вот, и я думаю, там тоже будет о чем поговорить. Разговоры о том, в том числе, так сказать, что вот, мол, о, мы поехали-то за боеприпасами, я хочу сказать, какое ваше дело? Может, за боеприпасами, может, так сказать, за эти самые, за тем, чтобы посмотреть, так сказать, на эти корейские, северокорейские пейзажи. Это не имеет значения. Это, эти связи соответствуют российским интересам, вот сейчас конкретно, и на стратегическую перспективу я тоже считаю, что это так. То, как принимали Путина в Северной Корее, тоже показательно, а для них это очень важно, и они готовы, так сказать, сделать все для того, чтобы это сотрудничество стало долгосрочным. Я думаю, что это надо ценить, вот так вот. Вы знаете, по поводу, вот, возвращаясь к вашим словам о том, что нужно самому посмотреть, чтобы составить впечатление, я всегда, когда ездил в какие-то страны экзотические, которые говорили, что они опасны, я вспоминал наши 90-е годы, и что писали о нас тогда. Что у нас ужас, кошмар, и вообще по улице не пройти, но, тем не менее, мы ходили. И вот этот подход мне всегда помогал, и приезжая, действительно, обнаруживал, что и там нормальные люди живут, тоже по улице ходят, у них есть свои особенности, но, тем не менее, никаких проблем с коммуникацией не возникает. И вот к тому, что пропаганда работает, на самом деле она работает прямо на вот уровнях, не так давно читал книгу британского нейрохирурга Генри Марша. Интересно с точки зрения его работы, но он, в том числе, там, описывает свои приезды в Киев постсоветский. И он пишет, что это же кошмар, ужас вообще, там, врачам не дают работать, улицы грязные, там, вот, и просто жизни тоже нет, абсолютно. И я тоже, и вот у меня все это сейчас связалось с тем, что мы о Британии говорили, что у них, да, на улице красивенько, чистенько, ну, там, в нетуристических зонах. Но при этом все это на крови же и на том, что они ограбили огромное количество людей в огромном количестве стран. Все колонии из них они долгие годы сосали. И да, конечно, это очень здорово приезжать в постсоветскую Украину и говорить, что там все плохо, да, потом возвращаться к себе и жить вот на этом. И не думать даже, каким образом все это заработано. Ну да, это однозначно так, да, во-первых. А во-вторых, что касается, опять же, так сказать, что касается северных корейцев, если уж там вот мы вспомнили, вы вспомнили Великобританию, действительно, вот кто своим трудом все сделал, так это Северная Корея. Северная Корея, на самом деле, да, выживала в тяжелейших условиях. Да, сначала Вторая мировая война, очень длительная японская оккупация тогда еще всей Кореи, потом, значит, война между Севером и Югом. Кстати, тоже вот, когда, знаете, нам говорят там, вот, значит, война с Украиной, как бы, да, это кошмарно. Я, кстати, согласен, что это кошмарно, лучше бы этого, так сказать, не было, решить себе проблему по-другому. Надеюсь, что когда-нибудь мы вернемся. Но вот вам война внутри одного народа. Север и Юг Кореи, как бы, да, война ожесточенная, да, которая привела к разделению Корейского полуострова, да. После этой войны очень тяжелый период восстановления. После этого, кстати говоря, там, серьезное охлаждение отношений, Советский Союз на каком-то этапе помогал, потом серьезное охлаждение отношений с Советским Союзом, тоже, опять же, в период Хрущева совпавшие с охлаждением отношений, так сказать, с Китаем и так далее, и так далее. И тяжелое выживание. Когда говорят, ага, они там все бедные, как бы, а с чем богатыми быть? Они не вывозили со всего мира, как бы, до огромного количества золота, там, до драгоценностей, нефти и газа. Они жили своим трудом. Да, понятно, у них нет такого богатства. Но, кстати, посмотрите даже на те картинки, которые доступны, вот, ну, в общем, по крайней мере, столица выглядит достаточно прилично, да, Пхеньян, да, город. Вот, ну, и вот, значит, люди серьезно работают. Опять же, вот, маленькая страна с очень ограниченными ресурсами, своя собственная ракетная программа, свои, так сказать, вооруженные силы, вот, какие-никакие, однако, как бы, их, в общем, побаиваются многие, да. Ну, и, в общем, при этом, да, достаточно жесткий политический строй, ну, что поделось, вот такая вот тут история. Да тут про политический строй тоже, на мой взгляд, все понятно, потому что он необходим для сохранения национальной идентичности, для сохранения государства в тех условиях, которые они вынуждены, внешних условиях, я имею в виду, вынуждены существовать. То есть, это не какая-то прихоть человека, группа людей, это необходимость, просто жизненная необходимость для них. Ну, это та модель, да, которая позволяет им существовать. Вот, в конце концов, кстати говоря, Ким Чен Ын, между прочим, опять же, Ким Чен Ын тоже вот показывают каким-то, таким, так сказать, странным человеком, я так мягко скажу, а у него, между прочим, достаточно серьезное неплохое образование. Вот он говорит на иностранных языках, в том числе. Вот, насколько я помню, даже, по-моему, он учился в Европе, вот мне это может изменять память, но, по-моему, это дело было. И, кстати, он неоднократно пытался наладить какие-то отношения и урегулировать отношения и с Южной Кореей, и с Западом, в том числе. Вот он с Трампом встречался, помните, в Сингапуре, да? То есть, он шел на эти переговоры, да? Вопрос не в том, как бы, да, что это тоже, они совершенно закрытые. Они их, так говорили, он шел на переговоры с Южной Кореей, он шел на переговоры с США, но в конечном итоге все, что он просил, это снимите санкции, снимите эту блокаду. Блокаду никто не снял, хотя тоже там, видимо, что-то обещали, да? Ну, вот, что же вы хотите? Другой вопрос, что вот, опять же, с нами, мне кажется, даже тоже история вторичности, она длилась довольно долго, потому что вот эти отношения можно было бы развивать и раньше. Вот, но по политическим соображениям, да, их развитие тормозили. Сейчас, опять же, к вопросу о Западе. Вот, на Западе пишут, это союз против Запада. Мы, как положено, официальная точка зрения, нет-нет, это не союз ни против кого. Как бы, я, как неофициальный человек, могу сказать, да, западники, это ваша проблема, это ваша проблема. Ваша бездумная, так сказать, высокомерная, как бы, идиотская политика в отношении России, да, привела вот к этому самому. Хлебайте, как бы, доложками. Посмотрим, что из этого выйдет, да, но по большому счету, да, это ваша проблема. Да, это связано именно с противостоянием вам, вашим амбициям, вашим стремлением всем управлять, рулить, всем командовать, на всех накладывать санкции. Да, это все, как бы, да, на самом деле связано с вашим, с вашим этим самым, так сказать, давлением на нас, на Северную Корею, на всех. И я думаю, что к этому давно надо было переходить с точки зрения тоже создания проблем для тех же штатов, как бы, да, в тех регионах, которые для них важны. Да, ну, а иначе никак. Да, визиты кораблей на Кубу. Да, как бы, да, визиты в Северную Корею. Да, отношения с Ираном. Да, 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 да. И я считаю, что вот зря мы с этим тянули. Зря мы с этим тянули. Все эти вещи можно было делать параллельно. Потому что, мне кажется, все, многие из этих вещей не делали именно потому, что все надеялись, вернее, как, боялись повредить отношения с Западом и надеялись на понимание со стороны Запада. А понимание так и не пришло. Я помню по Ирану, как бы, да, та же самая ситуация, когда вот иранцы... Был период, когда иранцы пытались, вот, ну, пробиться просто, да, значит, на российские рынки, на встречи с российским руководством. Пытались найти взаимопонимание, там, предлагали, как бы, да, взаимноэкономические программы и получали абсолютный отказ здесь, в России. Абсолютный, да. Вот просто стена стояла, да. Сказали, нет, 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 есть же санкции ООН и прочее, прочее, прочее. Я еще раз могу повторить, вот, это реальная совершенно вещь, один из послов иранских позапрошлых, как бы, он мне говорил, вот, Сергей Александрович, так сказать, да, вот учтите, вот сейчас мы стучимся в ваши двери, а придет время, вы будете стучаться. Я, честно скажу, тогда, как бы, ну, я, в принципе, им, как бы, симпатизировал, но я так это немножко со скепсисом на это посмотрел. А ведь он оказался прав. А ведь он оказался прав. Вот так вот. То есть, на самом деле, надо смотреть, так сказать, вдаль, и тогда, тогда многие проблемы, многие проблемы будут решаться легче. Я, честно говоря, не уверен, что было неправильно выбрано время, что медлили со взаимодействием. По-моему, всему свое время. И тут же, если бы санкции были наложены на нас раньше за взаимодействие, в том числе с Ираном, мы не смогли бы отстроить свою армию. И многое не смогли бы сделать, не смогли бы подготовиться к этому противостоянию с Западом, который есть сейчас. Поэтому, я думаю, что все немножко сложнее, чем кажется. И, конечно, да, Ирану надо было тогда, но нам надо сейчас, и все равно мы друг друга нашли. И поэтому не факт, что... Чем раньше бы нашли, тем лучше было бы. Меньше было бы проблем. Ну, да, то, что происходит, это хорошо. Я думаю, что этот визит очень, как бы, своевременный, правильный. И я очень надеюсь, что он будет таким продуктивным. Дальше визит во Вьетнам. Там другая ситуация немножко, но, тем не менее, я думаю, что и там Владимир Путин проведет конструктивные встречи. И это будет на пользу нашему присутствию в этом регионе, сто процентов. Ну, и потом время тоже меняется. Может быть, сейчас не обо всем смогут договориться. Но через год вьетнамцы приедут к нам, и уже, возможно, переговоры будут более продуктивными. Тут ситуация в мире меняется, и позиции стран меняются вместе с этой ситуацией. Ну, идеала ждать не надо. Вот я всегда говорю по такой штуку. Очень часто мы становимся заложниками. Иногда, мне кажется, это умышленная манипуляция, а иногда тоже как-то немножко такая штампованная. Вот смотрите, так сказать, а ведь на сто процентов-то обо всем договориться не удалось. Не удалось. Ну, или там не удастся. А кому и где и когда удается как бы все на сто процентов? Вот каждого человека спроси там, и сказать, вот, значит, Петя, Вася, так сказать, Зина, Нина. У тебя в жизни все на сто процентов удалось? Вот если ты такой умный, да, или если ты такая умная? У тебя все абсолютно удалось вообще? Вот от рождения, так сказать, и до гробовой доски? Нет. Ну, и у всех точно так же, да. Это жизнь. Это жизнь, поэтому, как бы, да, надо прикладывать усилия, да, надо прогнозировать ситуацию, надо ее анализировать, вычленять собственные интересы, искать партнеров, как бы, да, и работать. Вот. То, кто работает, тот получит результат. Кто не работает, а только вот, ну, вот, если бы, да, кабы, вот, а вот тогда, тот результаты никогда не получает. Так что, я думаю, что все будет, все будет здесь небесполезно. Безусловно, и все эти новые связи, они принесут свои результаты, и я думаю, вот, в чем, в чем, а в отсутствии последовательности российские власти нельзя обвинять, потому что мы четко, совершенно, спокойно гнем свою линию, и это хорошо, и это приносит результаты, мы их видим. Потому что, ну, вот, мы не задумываясь, наверное, над этим, а сейчас, когда говорим о Северной Корее, то как раз самое время, они на протяжении такого времени противостояли Западу, не сломались, и здесь, мы сейчас делаем то же самое, у нас больше ресурсов, больше возможностей, и у нас уже есть союзники, и это тоже здорово. Ну, да, посмотрим, как это будет развиваться, но действительно, вот эти страны, с которыми мы сейчас вот сближаемся, опять, ну, или, скажем, с кем-то опять, а с кем-то заново, да, тот же, та же самая Куба, та же Северная Корея, тот же Иран, там, не знаю, Венесуэла, та же. У нас как-то было принято одно время через губу все это дело перечислять, а ведь, посмотрите, у них есть чему поучиться, во-первых, во-вторых, но они действительно в очень сложных условиях не сдались, не сломались, каким-то образом развиваются, причем иногда даже очень неплохо, ну, то есть люди достойные, люди достойные, это не то, что там они в оранжерее где-то, так сказать, росли, там, да, и так далее, и так далее, снимали проценты, там, со вкладов, вот, они работали, работали, причем очень, так сказать, тяжело, и добились своих результатов, и при этом не дали себя, не дали себя сломать, а это раз, а второе, кстати говоря, если уж говорить об американцах, мы часто, знаете, как-то это самое, все вот опасаемся, а вот что, если мы вот сделаем вот так вот, что американцы, американцы, наверное, начнут ядерную войну, там, против нас, или что-то в этом роде, вот, когда эти разговоры есть, конечно, опасности не надо преуменьшать, но когда эти разговоры есть, у меня всегда вопрос, если американцы, такие резкие, бравые парни, почему до сих пор существуют на планете такие страны, как Северная Корея, Иран, Венесуэла, Куба, находящаяся в 100 километрах там от Флориды, да, вот как вот они существуют-то, вот мы говорим, вы что, не надо так делать, вы ни в коем случае, даже говорить, некоторое время назад говорили, даже говорить так не надо, они же услышат, и что тогда будет, противник всегда силен настолько, насколько вы позволяете ему быть сильным, и я думаю, что нельзя противника недооценивать, сейчас все штаты, но не стоит их переоценивать, если бы они действительно были однозначно, так сказать, такими резкими парнями, 90-е годы идеальный вариант, идеальное время для полной расправы с Северной Кореей, Ираном и Кубой, они этого не сделали, потому что не смогли, потому что не были уверены в том, что все будет так, как они хотят, потому что риски достаточно серьезные, да, поэтому здесь тоже, как бы, да, и все эти страны, они действительно пример и стойкости, и, в общем, я думаю, так сказать, есть чему поучиться с точки зрения отстаивания своей политической позиции. Я думаю, они в большей степени опасны своими заблуждениями, они могут думать, что, а, вот Россия, она не пойдет на крайние меры, Россия уступит в последний момент, и вот здесь они могут нагнетать слишком далеко, вот этим они опасны, а в остальном, да, конечно, безусловно, они такие же люди и абсолютно не бессмертные. Мы сейчас сделаем перерыв. Сергей Михеев отвечает на ваши вопросы, Андрей из города Домодедово спрашивает, на ваш взгляд, является ли случайностью то, что накануне визита президента России в КНДР произошел конфликт на границе, и Южная Корея открывала огонь, говоря о провокации Северной Кореи, там действительно южнокорейцы заявили, что северокорейские солдаты вошли вот в нейтральную зону и открыли предупредительный огонь. После этого, по утверждению южнокорейской стороны, северокорейские солдаты вернулись обратно. Понятно, что ни я, ни мы с вами, мы не можем знать, случайность это или нет, но мне кажется, что это скорее обычная практика того, что там происходит, потому что если вы посмотрите историю этих инцидентов, они происходят там постоянно. Значит, то один, так сказать, куда-то зашел не туда, там ногу поставил, то другой, так сказать, стрельнул, то еще что-то происходит. Там вот все годы после войны, да, а годов уже с тех пор пошло немало, на этой линии разграничения постоянно происходят разные всякие, так сказать, инциденты. Вот сейчас произошел еще один, да. Было ли это приурочено к визиту Путина? Ну, не знаю, не уверен, если честно. Был период, правда, там, знаете, такого потепления, кстати говоря, при том же самом Ким Чен Ини, да, когда существовала вот эта вот смешанная экономическая зона, красная граница, да, где южные и северные корейцы, да, вместе занимались всяким разным бизнесом. Сейчас, насколько я понимаю, эти проекты свернуты в связи с ухудшением отношений, в связи, так сказать, с тем, что, между прочим, и с американцами тоже ни о чем не получилось договориться, да, и это как раз то, о чем я упоминал, когда мы обсуждали визит Владимира Путина в Корею и Ким Чен Ини. Ким Чен Ини прилагал усилия, и, кстати говоря, отец его прилагали на каком-то этапе усилия, да, попытаясь, пытаясь урегулировать отношения, скажем, смягчить отношения между Южной и Северной Кореей. Более того, какое-то время назад даже были разговоры о том, а вы знаете, может быть, даже где-то там в перспективе, там, условно говоря, там 30-40 лет мы увидим с вами объединение Северной и Южной Кореи на каких-то таких компромиссных принципах существования. Это как раз было приурочено к моменту переговоров между Ким Чен Иным и Трампом, и так далее, и так далее. Потом, к сожалению, ничего не получилось, вот, а может и не к сожалению, я не знаю, да, это только история может показать, да. И в итоге все вернулось к довольно жесткой конфронтации, взаимным угрозам, там, запускам ракет и прочее, прочее. И, на мой взгляд, это не по вине Северной Кореи было. Поэтому вот там напряженная ситуация сохраняется много-много лет, и таких инцидентов там просто вагоны, маленькая тележка. — Следующий вопрос. Почему мы не сбиваем беспилотники американского производства, находящиеся над нейтральными водами в Черном море, где гарантия, что это не украинские беспилотники и так далее? — Вопрос, конечно, интересный, да. Но он вообще такой, так сказать, не по должности, не по зарплате, что называется. На мой личный взгляд, да, у нас не будет другого выбора, кроме как уничтожать или выводить из строя каким-то другим путем эти беспилотники. И самолеты, не только беспилотники. Там, кроме беспилотников, между прочим, летают и разведывательные самолеты с экипажами, как бы, да, системы Явакса и все остальное. Почему? Потому что эти летательные аппараты являются разведчиками и наводчиками, да, корректировщиками огня, если хотите. Они наводят на цель западные ракеты, а так им все те же самые, которые долбят или пытаются долбить и по Крыму, и по прилегающим территориям, и так далее, и так далее. Ближайшей целью, и они об этом прямо говорят, является Крымский мост, по которому идет железнодорожное сообщение, автомобильное сообщение, идут поезда, так сказать, с людьми, с детьми и так далее, и так далее. Я считаю, что мы просто обязаны не допустить того, чтобы, так сказать, эти ракеты американские или какие-то другие поразили бы этот мост. Можно ли это сделать без воздействия на разведчиков? Ну, я считаю, что это крайне сложно. Не буду говорить, что я во всем этом разбираюсь, но в том числе, общаясь со специалистами, вот не так давно я в Крым ездил, в том числе, и по линии помощи, оказания помощи нашим войсковым частям, и я знаком с Аксеновым, с Сергеем Валерьевичем, мы тоже эту тему обсуждали с Андреевым, то есть с Владимиром Андреевичем Константиновым, и так далее, и так далее. На самом деле, без воздействия на эти аппараты, сбивать ли их, выводить ли их из строя, принудительно сажать на воду или еще что-то в этом роде, на самом деле, задача борьбы нашего ПВО с этими ракетами серьезно осложняется. Эти уроды, как бы, да, вот с этих вот аппаратов наводят эти ракеты. Представьте себе, как бы, если им удастся, так сказать, действительно поразить Крымский мост. Я считаю, что мы должны этого не допустить, потому что понятно, что это будет иметь очень серьезный такой, как бы, ну, общественно-политический эффект, значение. Вот, и не дай бог погибнуть люди. Поэтому, на мой взгляд, вот нам рано или поздно все равно придется эту проблему решать. Я понимаю, что это достаточно рискованная ситуация, да, но нам придется решать эту проблему, потому что они наводят эти ракеты на наши, эти самые города, поселки, гражданские объекты. Не только там на войсковые части или какие-то нефтехранилища, а на гражданские объекты, например, вот каковым является Крымский мост. Поэтому, как, в конце концов, мы один раз же ведь уничтожили фактически американский беспилотник, да, там, какими-то разными способами, там, сбрасывали на него топливо, там, или еще что-то в этом роде, так сказать. Да, 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 ну, то есть, как бы, то он есть вроде на радарах, а то нет, и потом видеозаписи они посмотрели. Ну, да, наш самолет близко пролетел. Да, то есть, мы это сделали, значит, никакого, там, знаете, ядерного удара или, скажем, там, объявления войны со стороны Соединенных Штатов не последовало. Я считаю, что мы эту задачу должны поставить перед собой, выполнить ее, может быть, даже, так сказать, продемонстрировать свою решимость. В противном случае, если мы ничего делать по этому поводу не будем, они будут так наводить эти ракеты, им все равно, к сожалению. Тут был вопрос, сейчас уже не могу его найти, просматривал в прошлом часе по поводу того, почему там Венгрия и некоторые другие страны проголосовали, которые вроде как... Подписали. ...нас поддерживают, да, подписали вот эту резолюцию на так называемом мирном саммите. Мы об этом говорили накануне подробно, поэтому сейчас повторяться не будем, а вы запись можете послушать, в интернете найти. И переходим к актуальным вопросам. Ах, такой тут, тут даже вопрос, комментарий. Слишком много спеси. Откуда у россиян имперское величие? Почему при Горбачеве величие не помогло сохранить Советский Союз? Наверное, просто не совсем слышат люди то, что вы говорите. Ну, я не очень понимаю, что такое спесь, да, как бы, да, я вам говорю о реальных вещах. Откуда столько имперского величия? Знаете откуда? Из тысячелетней истории, представляете? Вот я могу сказать, когда, значит, мне рассказывают про то, что Россия, как бы, какая-то неудачная страна, а назовите мне еще, например, скажем, страны, которые имеют более чем тысячелетнюю историю государственности, и которые остаются на этой мировой арене. Вы наберете, ну, от силы, как бы, да, пальцев одной руки, может быть, у вас хватит там, да, и не более того. Вот, на самом деле, дееспособность и эффективность исторического проекта проверяется временем, проверяется испытаниями. Российская государственность прошла через такое огромное количество тяжелейших испытаний, и не просто осталась, так сказать, да, на исторической арене, но играет на ней ключевую роль, что она вполне может называть себя очень успешным, удачным историческим проектом. Но можете называть это имперской спесью, можете еще как-нибудь, но это реально факт. Вот если США просуществует больше тысячи лет, да, наверное, можно будет и про них еще не такое сказать. А у меня в этом смысле обратный вопрос. А вот скажите, откуда такая имперская спесь у США? Страна подросток по историческим, так сказать, меркам, там, да, 200 лет с небольшим. Вот у них откуда эта имперская спесь? И почему этой имперской спесью не было, например, скажем, в начале 20 века? И почему, так сказать, да, она появилась сейчас и так далее, и так далее. Да, поэтому здесь вопрос об имперской спесье как раз, как бы, да, можно развернуть в другую сторону. Я вам больше всего скажу. А откуда такая немотивированная спесь у государства под названием Украина? У нее-то откуда она выросла? Из какого места? На основании каких таких исторических фактов, доказательств, так сказать, и прочего? У этого откуда? Или у некоторых других постсоветских государств, которых и на карте-то никогда не было? До того, как дедушка Ленин не нарезал им всякие разные границы в пределах СССР. У них вот это откуда? Ни на чем не основанное? Ни на что вообще не опирающееся? Вот в чем, так сказать, вопрос. А у России как раз оснований ВОЗ и маленькая тележка. А Горбачеву как раз не хватило национального самосознания, как бы, да, и ощущения масштабности проекта. Поэтому, как бы, да, этот фактор не сработал. Сейчас мы сделаем короткий перерыв. Буквально несколько секунд он займет. Ну, а потом у нас еще есть целых 8 минут на то, чтобы продолжить отвечать на вопросы. Вести ФМ По поводу истории США, вы знаете, в начале 90-х годов у меня здесь, в Москве, были приятели из Америки. Молодые тоже студенты приезжали сюда для того, чтобы учить людей английскому языку. И вот они говорили, Саша, как круто, слушайте, у вас такой же в Москве зоопарк практически по возрасту, как наша страна. Да. Большой театр старше США. Кто не в курсе? Большой театр старше США. Большой театр вообще далеко не самая, так сказать, старинная постройка в городе Москве, как бы, на территории Российской Федерации. Вот, собственно, и все. Поэтому все эти вещи объясняются очень неплохо. И, кстати, насчет, опять же, спеси, слушайте, мы подарили огромному количеству, так сказать, народов государственность. Мы просто отдали, как бы, да, на наши, так сказать, территории, ресурсы и прочее, прочее. Я считаю это ошибкой, но это был шаг навстречу. О какой спеси вы говорите? Мы готовы были к тому, чтобы выстроить отношения в мире по-новому. А вот западная спесь, спесь Запада, как раз не дала ему, значит, возможности. Ни ума, ни сердца у них не хватило, ни души для того, чтобы понять, что речь идет не об их победе, а о нашем, так сказать, шаге навстречу. Они просто тупо воспользовались всем тем, что мы вот так вот простодушно им отдали. А теперь, да, приходится, так сказать, да, ожесточенно, так сказать, конфликтовать. Потому что им сколько ни отдай, все будет мало. Вот и после этого и подумайте, у кого реально есть спесь, а у кого нет. Ну, тут еще много можно сказать. Я думаю, что не стоит даже продолжать. Я под конец найду очень милый вопрос. Тут был я, тоже пролистал его. Сейчас пока другой. По поводу вот недавнего конфликта с отравлением. И тут пишет наш слушатель, что я бы вообще приезжих из ближнего зарубежья до готовки еды не допускал. У меня была такая забавная история. В Токио. Был я в Токио. Вообще много где был по миру. В Штатах, правда, не было. Вот это вот единственное. И пошли попробовать настоящие японские суши. Приходим туда, заказываем, что-то там по-английски говорим. А потом нам товарищ говорит, а может, давайте по-русски уж если. И потом мы спрашиваем его, откуда. Он говорит, я из Таджикистана. Ну и вот, в общем, мы, конечно, расстроились. Потому что суши, которые готовят представители гражданина Таджикистана, и в Москве можно попробовать. Пока не поговорили с местными. Они говорят, да вы что, это же очень круто на самом деле. Потому что у нас в стране занять иностранец может рабочее место, только если он наглого выше всех местных. Иначе ему вообще не дадут. Там очень строгая политика по отношению к иностранцам. Они приглашаются на рабочие места, где дефицит кадров есть, и таких рабочих мест немного. Либо они должны быть прямо вот очень-очень высоки. Вот. И я думаю, что тут скорее даже многое зависит от подхода. Такие запреты устанавливать, ну, только от бессилия может. Проблема не в конкретных людях. Проблема в системе отбора раз. В принципе, ведение бизнеса людьми, так сказать, два. Потому что если для них, как бы, ну, прибыль это важнее всего, а на все остальное плевать, то им кого не поставь, все будет плохо. И третье, еще раз говорю, так сказать, да, надо признать, что потребность в трудовых мигрантах, она существует. Вопрос в том, какая система работает с точки зрения миграционной политики. Каковы подходы. Контролируете, не контролируете. Надо, не надо, так сказать. Действительно качественные специалисты или вообще непонятно кто, да. Наша проблема состоит в том, что концепция, стратегия этой политики, она, как бы, ну, достаточно спорная, как минимум, а на мой взгляд, вообще неэффективная. Она как раз способствует максимальному развитию каких-то негативных явлений, да. Вот Япония, там, да, так сказать, у нас вот про Эмираты, там, например, вспоминали тоже по поводу системы, да, где вообще большая часть работающих – это трудовые мигранты из других стран. Но вопрос контроля, отбора и управления ситуацией, вот это мы должны взять в свои руки. А там уже, как бы, дальше посмотрим. Ну, и плюс ко всему, все-таки, стратегическая цель – это выход из любой внешней зависимости. Любая критически важная внешняя зависимость – это ваша уязвимость. Вот, если так вкратце все, потому что я и так на эту тему довольно много всегда говорю. Ну, и тут вот не могу найти вопрос, я по памяти, тут основная часть внучка сейчас будет поступать. Вот, знаете, вот, стоит ли ей пойти на политолога, бабушка спрашивает. Я думаю, нет. Если кратко, да, тем более внучка, вот, почему, объясняю. На мой взгляд, на мой взгляд, во-первых, надо этим искренне интересоваться. Вот надо, чтобы вам просто было это интересно. То есть, если вы просто хотите выбрать какую-то модную профессию, то выберите какую-нибудь другую. Потому что, если вас это реально не интересует, если вас это не занимает, если вы не очень понимаете, так сказать, какое-то направление своего там движения, я боюсь, что для вас это в итоге диплом с обозначением там политолога, он ничего, значит, не будет. Ну, скажем, там, ну, опять, не хочу там много о себе говорить, но, тем не менее, да, условно говоря, после школы, как бы, да, 10 лет я, там, находился в военной системе. Два года срочной службы в армии, еще 8 лет в военно-воздушной инженерной академии Жуковского. Это дало мне достаточно, там, ну, опять же, там, и по стране, и все остальное, там, дало, так сказать, достаточно богатый опыт. Вот. В это же время, как бы, для себя я понял, кстати, если бы вообще не началась бы разруха 90-х, может быть, я там бы остался. Но меня, в том числе, всегда интересовала политика, и еще в те времена я понял, что постсоветское пространство – это там, где будет решаться судьба России. Вот хотите верить, хотите нет, в 90-х годах, как бы, я уже этим начал заниматься совершенно осознанно, хотя мне там часто говорили, зачем тебе это постсоветское пространство, это все неинтересно, и так далее, и так далее. А мне интересно, а я понимал, что, как бы, это важно. Если у вас вот такого понимания, такого устремления к этому нету, а просто вы перебираете модные названия, то лучше этого не делать, первое. Второе, как бы, да, трудоустройство. На самом деле, как бы, да, вот действительно успешный, там, удачный, там, относительно, так сказать, известный политолог – это редкость. Посмотрите, какое количество людей с дипломом политологов выпускаются, и какое количество, так сказать, реально находит себе работы по профессии. Это, наверное, можно со спортсменами сравнить, с чемпионами мира, в Олимпийских игр. А сколько людей осталось вот на отборе, на отсеве? Я думаю, что в процентах даже там, может быть, и больше чемпионов. Я не знаю, да, это не к тому, что я чемпион, но к тому, что, на самом деле, дипломов таких большое количество, а людей, которые себя в этой профессии находят и не уходят, их очень немного, их реально, так сказать, единица. И это сложение большого количества разных всяких обстоятельств, сможет ли, так сказать, ваша внучка там найти себя, ну, большой вопрос. И третье, ну, хотите, не хотите, а все-таки, в данном случае, так сказать, все-таки девочка, да, все-таки, так сказать, да, она по-другому, как бы, да, свою жизнь и видит, и будет ее вести. И вот женщин, там, политологинь, как бы, да, успешных. Я вообще, ну, я даже не знаю, условно говоря, там, ну, я не могу вам назвать, как бы, этих суперэкспертов. Это вообще, ну, просто такой штучный товар единицы, да. Но самое главное все равно, чтобы ребенок, мне кажется, определился, а что же он хочет. Хотя я согласен, что это, в принципе, тяжело, а в наше время еще тяжелее, потому что мозги очень сильно закомпостированы огромным вот этим валом цветной, разноцветной информации, массовой культуры. И вот, условно говоря, на выходе из школы понять, а что же я буду делать, а кем же я хочу быть, ну, у многих это вызывает очень серьезные затруднения, и я понимаю, что это непросто. Но поэтому, если вы у меня спрашиваете, ну, опять же, не видеть человека невозможно отдать советы. Я бы, честно говоря, не порекомендовал. Ну, там вот от вопроса такое ощущение, что все-таки бабушке больше хочется, чем внучке. И бабушка хочет воспользоваться авторитетным мнением для того, чтобы... Ну, вот, не получилось в этот раз. Ну, можно не давать эту программу слушать. Не, вы честно спросили, я честно ответил, абсолютно честно. Ну, что ж, наше время подошло к концу сегодня, и встретимся мы в следующий раз завтра в 11 часов 6 минут примерно, сразу после выпуска новостей на радио Вести ФМ. Сергей Михеев, спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...